Этой поликлинике почти 90 лет. Ее построили в 30-х годах для рабочих в меланжевого комбината. Тогда в амбулатории работало 9 врачей. Сегодня их 50, и они ежедневно принимают около 1000 пациентов. Состояние заставляет желать лучше. Отвратительно, потому что к врачам не запишешься, во-первых. Не страшно заходить в такое помещение? В помещение страшно. Не страшно? Ну а куда деваться? Врачи хорошие. Это здание держит его история. Когда-то здесь лечили лучшие врачи. По словам историка Данила Дегтярева, эта поликлиника была, по сути, первой в городе. В отделении этой поликлиники, например, проводилась одна из первых, скажем, операций, сложных операций на сердце, например, вот именно здесь. В целом, это, конечно, был крупный центр медицинской жизни, я бы даже сказал, медицинских инноваций в советское время. Историки уверяют, уникальна здесь сама архитектура – стены, окна и потолки. В Барнауле таких практически не осталось. Не случайно вторая поликлиника – объект культурного наследия. Однако, несмотря на статус, за этим наследием долгое время не следили. Сегодня создан проект реставрации, который проходит историко-культурную экспертизу. Мы делаем проект реставрации фасадов, и предметом охраны этого объекта является именно объемное решение. Это фасады, прежде всего. Это очень сложный процесс проектирования именно медицинских учреждений. Задача – воссоздать и создать современную поликлинику. Проект, по сообщению Министерства строительства, обошелся в 2 миллиона рублей. Конец 2022 года, начало 2023 – это предположительный срок старта работ. В планах со двора построить четырехэтажную пристройку, что позволит расширить площадь медучреждения. Обязательно усилить фундамент, поменять перекрытие и кровлю. Зданию вернут исторический облик – его цвет, фронтон и чашу со змеей. Не знаю, когда будет у них ремонт. Надеетесь? Ну, наверное, если доживем. По личному опыту Александра Деринга на работу потребуется не менее 500 миллионов рублей. Такая сумма обоснована тем, что в обновленном здании появится и новое медицинское оборудование. Проект практически согласован. Остается лишь дождаться денег на его реализацию. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.